добрый день мы сегодня беседуем с врачом-ортопедом старцевой Ольгой Юрьевной а вот такая еще проблема тоже часто встречается сейчас вальгус стопы ну вальгус или наоборот обратная его варус вот что это за проблемы и насколько серьезно к ним нужно относиться варус стопы это чаще всего связано с патологией под названием косолапость это очень редкая патология она выявляется при рождении ребенка и проводится специфическое лечение путем гипсования и ношения определенных шин чаще всего мы сталкиваемся с вальгусом стопы это заваливание стопы области голеностопного сустава к внутренней ее поверхности вот так ножки ставятся вовнутрь пяточки уходят при этом к наружу есть физиологический вальгус который сохраняется до трехлетнего возраста и достигает он 5 градусов как помочь в дашении обуви это раз хождение пешком то есть голеностопный сустав надо укреплять плюс профилактические массажики гимнастики стопой которые мы показываем маме мама проводит все что касаемо патологического вальгуса это свыше 5 градусов в зависимости от угла назначается лечебная обувь уже более серьезные лечебные массажи который выполняет только профессионал различные виды электростимуляции и уже здесь наблюдение ортопеда происходит на вальгу стопы очень сильно влияет если исходный фон рахит у ребенка вот этот гиповитамин sd плюс мы обязательно учитываем наследственность этого ребенка если у кого-то из родителей плавкостопие если кто-то из родителей стаптывает обувь очень интересно получается что иногда мы родители впервые узнает о том что они что у них есть тоже проблема да и что они являются переносчиком данной информации для мышц для нервной системы что ребенок их не одинок тогда родителям надо вместе ребенком заниматься своими ножками вообще можно преодолеть это и как быстро можно при этом быстро не получается потому что нам нужно включение активное подключение ребенка к данной проблеме то есть повторение упражнений до трехлетнего возраста это сделать очень сложно с года до двух мы даже не можем сделать детям массаж потому что они не воспринимают чужих людей не воспринимает воздействие на свой организм то есть они не терпелись на первом году жизни понятно активного вмешательства в ихнюю жизнь с года до двух очень сложно с этим бороться поэтому остается у нас только или хождение по неровной поверхности прогулки пешком и обувь но в принципе любая мама может этим заниматься и лиза смотрите может быть эта проблема когда дойдет до каких-то ну вполне ее можно нивелировать да если мы еще после трех лет сможем ребенка отдать двигаться к другому специалисту то есть это какой-то секция кружок физические физическая танцы гимнастика плавание плавание со стопами не очень хорошо помогает как общее укрепление да понятно ладно спасибо учтем